Крым как территорию России признала не только сама Россия, с решением Москвы согласились Абхазия и журнал National Geographic. Сегодня стало известно, что американское издание в своих картах будет обозначать полуостров как часть Российской Федерации. При этом основная аудитория National Geographic это США и Европа, то есть территория, где ни одна страна не считает переход Крыма под новую юрисдикцию легитимным. Почему в National Geographic приняли такое решение и как поступят другие геосервисы, вот в этом разбирался наш коллега Егор Максимов. Егор. Коллеги, добрый день. Ну вот руководству National Geographic потребовалось целое заседание, чтобы решить, что делать с Крымом на своих картах. Руководители провели совещание и вот приняли решение, что как только завершатся все юридические процедуры и Крым станет частью России, территорию полуострова будут обозначать как Российскую Федерацию. Но пока что ненадолго Крым на картах National Geographic останется частью Украины. А чтобы показать его особый статус, полуостров выделят такой темной тенью. Сейчас так поступили с сектором газа. Ну вот вы можете посмотреть, как сейчас выглядят карты National Geographic. Как видно, Крым там относится к территории Украины. Вот главный географ компании признался, что они делают карты де-факто и показывают мир таким, какой он есть, а не таким, как люди хотят его видеть. Тем не менее, кроме National Geographic, никто пока не спешит показывать мир, как он есть. Например, на картах Google. Вы можете сейчас посмотреть. Крым тоже отмечен как часть Украины. Хотя Google стал единственным сервисом карт, который переименовал Институтскую улицу в Киеве в улицу Героев Небесной Сотни. Ну, как предпочитают называть ее все сторонники событий на Майдане. Тогда в Google очень быстро отреагировали на вот эти географические изменения. Сейчас не реагируют. Ну, может быть, действительно, потому что европейские государства и США не признают Крым именно как часть России. Возникает вопрос, что же с российскими сервисами? Ну, такой сервис, собственно, один. Это Яндекс.Карты. И здесь Крым тоже до сих пор остается украинским. Вот вы видите сейчас на своих экранах, как разным цветом отмечены территории Крыма и Российской Федерации. Самое интересное, что картами Google, например, пользуются многие СМИ и порталы в России, в том числе государственные медиа. И, например, на сайте Рен Новости Крым тоже до сих пор показан частью Украины. Более того, во время Олимпиады в Сочи все официальные порталы работали на картах Google. И все официальные сайты Олимпиады уверяли, что Абхазия – это часть Грузии, несмотря на официальную позицию России. Вот так могут геосервисы мешать международной политике. Ну, а для того, чтобы проще было понимать, к чему относится Крым, к чему он относился на протяжении всей своей истории, мы подготовили такой небольшой проект и решили показать, кто жил и кто владел Крымом, начиная с самых древних времен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...